Дайдадзюку каратэдо Дайдадзюку каратэдо В этом году крупные ежегодные соревнования собрали порядка 170 спортсменов со всего края. Помимо Владивостока это и Находка, и Артем, и Лесозаводск, и многие другие города. Практически все участники – первые номера. В копилке каждого награды с крупных российских и международных турниров. Сам чемпионат и первенство стали одновременно и отбором в сборную Приморья, и памятной встречей. Проводим очередной чемпионат и первенство, посвященный памяти героев Советского Союза Крыгина. Это у нас ежегодный турнир, но особенность этого турнира является отборище на Дальний Восток, потому что в следующий год у нас проходит чемпионат мира в городе Токио. На этом чемпионате участвуют чемпионы мира. То есть здесь практически весь первый состав и по первенству, и по чемпионату. Чемпионат мира, к которому, собственно, и готовятся все приморцы, в 2014 году уже покорился нашим бойцам. Тогда семь чемпионов приехали в один субъект федерации, а именно в Приморский край. Таких достижений еще ни у кого не было. Спортсменам, которые привезли столь важные награды, торжественно вручили удостоверение и знаки мастеров спорта международного класса. Сегодня профессионалы встречаются лицом к лицу на краевых состязаниях. Это, например, финальный бой Антона Лещева и Андрея Черных. Соперники давние, поэтому схватка получилась непростой. Победу в итоге одержал Черных. С начала этого сезона, с конца августа уже начал активно тренироваться. Последние три недели тренировался по два раза. Хотел выступить еще на соревнованиях до этого, но не получалось. Соревновательного опыта, в общем-то, нет. С февраля прошлого года, с чемпионата России, я не дрался. Вот это самая главная ошибка. Функционально готов очень хорошо, в принципе, вообще не устал. А именно соревновательной практики не хватило. Это уже третья схватка за три года с ним. Ну, еще до этого много различных спаррингов с ним было. Ну, и сегодня вновь я не смог, но в целом своим проигрышем я не скажу, что я недоволен. Ну, и не скажу, что доволен. Здесь, как бы, смотря под каким углом посмотреть, я подготовился хорошо к соревнованиям, но, видимо, где-то не доработал. Кстати, встречи давних соперников на чемпионате края – обычное дело. Вот, например, бой уже давно знакомых Андрея Гришина и Гигама Мановазяна. История их встреч довольно разнообразная. Спортсмены выходили на один ковер и на чемпионате России, и на чемпионате мира, и на других турнирах. Интересна также история с Кубком мира в Индии, который прошел в начале 2017 года. Туда изначально отобрался Гришин, так как одолел Гигама, но поехать на турнир Андрей не смог из-за визы. Тогда его место в сборной и занял заклятый соперник. По Владивостоке Гришин вновь доказал свое превосходство. Теперь общий счет их встреч – 3-3. У нас уже идет кто кого переиграет. Не кто кого перерубит, да, а кто кого здесь переиграет. То есть, ну, уже больше такой прям спортивный интерес идет, потому что, как бы, ну, интересно стоять со своим соперником. Ты хоть его и знаешь, да, то есть знаешь, что ты можешь проиграть. И тебе надо искать тактику такую, чтобы он не ожидал от тебя этого. Ну, и на этом фоне выигрывать поединок. А тренирует всех этих мастеров Кудо уже несколько лет Юрий Бородий. В этом году специалист получил звание заслуженного тренера России, которого нет ни у кого на Дальнем Востоке. Наставник ежегодно собирает под своим крылом лучших бойцов Приморья и забирает с ними награды самых крупных турниров в мире. Стать первоклассным тренером в Приморье было нелегко. 4 года кропотливой работы. Хочу сказать огромное спасибо тем тренерам, которые изначально тренировали ребят, которые пришли ко мне. Потому что очень буквально это их заслуга, вот, то, что они действительно подготовили. А то, что дальше, да, то есть как бы пришлось работать, работать и еще раз работать. Ну и, соответственно, соревнования, Россия, чемпионаты, то есть приходилось очень сильно отдавать и себя, и ребят приходилось ментозить очень сильно. Юниоры в крае под стать старшим. Юные кудоисты уже с 12-летнего возраста умудряются набирать большую коллекцию наград. На этом первенстве, помимо постоянных лидеров, вроде Владивостока и Находки, отличилась и школа Уссурийска. Тренировался каждый день, даже, можно сказать, игнорируя учебу. Отрабатывал как раз вот этот болевой на ногу, который я и выполнил в финале. Приехал на соревнования, совершенно спокойный был, не боялся. Никогда не заморачиваюсь по поводу поединков. Просто выхожу и делаю свое дело. Соперничать с профессиональным составом на местных соревнованиях приходится менее опытным ребятам. Другие города, вроде Артема или Арсеньева, не могут похвастать большой историей кудо или копилкой наград. Но зато такие встречи для них – идеальная проверка на прочность. За своих спортсменов, конечно, мы переживаем очень сильно, так как у нас в основном новички, потому что федерация мы молодая, существуем всего только первый год, поэтому как бы держим кулачки за своих. Настрой у всех очень такой боевой, потому что отбирались все очень жестко, все переживали. Поэтому у них стимул, чтобы попасть на кровые соревнования, а дальше развиваться и развиваться. Показали свои навыки в кудо и девушке. Бои в женских категориях оказались не менее зрелищными, несмотря на то, что их было немного. На прошлых соревнованиях я билась с той же девочкой, что в финале, что в полуфинале. В этот раз я должна была заработать больше оценок, показать больше динамики. Поэтому первая цель была показать именно более высокий уровень. Я много готовилась. В финале я встретилась с девочкой, которая представляет больше кикбоксинг. Было непросто, она высокая, длиннее руки, ноги. Но борьба у нее не такая, как у меня. И я, конечно, в самом начале сделала болевой на руку и выиграла. Стоит отметить, что краевые состязания стали также отбором в сборную Приморья, которая уже в декабре покажет себя на дальневосточном уровне. Ну а лучшие из лучших продолжат готовиться к главному старту сезона – к чемпионату мира по кудо. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Редактор субтитров А.Семкин